В Якутии родители 52 595 детей, а также 2359 беременных женщин уже получают единое пособие на территории. На эти цели отделением социального фонда направлено 2 243 342 952 рубля. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал государственных услуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 7 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ряд мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать в сеть перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. При этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, при выплате на первого ребенка теперь входит оно в единое пособие, оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенка 3 лет. С начала года отделение социального фонда по республике Саха-Якутия одобрило выплаты на 1485 первенцев до 3 лет, которые появились в семьях до конца 2022 года. Сумма выплат родителям составила 448 387 211 рублей. С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи с детьми могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего и любого другого ребенка. Причем семья может одновременно получать и единое пособие и выплату из материнского капитала на одних и тех же детей.